Девушки отдыхают Франция! Франция! Милая Франция! Кто же не мечтал побывать в этой невероятно интересной стране? Знакомый по романам Александра Дюма и Виктора Гюго, изображенный на полотнах знаменитых французских живописцев, воспетый в песнях Джо Досена и Миреи Матия. Франция! Знаете, Франция, наряду с другими альпийскими странами для горнолыжников, это то же, что и Канада для хоккеистов, Англия для футболистов, Япония для дзюдоистов, каратистов и прочих спортсменов, с которыми лучше не спорить. Кстати, о спорах. Возможно, кто-то возразит, что лыжи придумают норвежцы, а Франция тут ни при чем. Но то просто лыжи. А горные лыжи — совсем другое дело. Тут вам и драйв, и адреналин в кровь, и снег за шивороты, если на экипировке сэкономить. Горнолыжный курорт Леменюир, входящий в крупнейшую область катания «Три долины», находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Благодаря этой высоте и кропотливой работе по подготовке лыжных трасс, здесь можно кататься по снегу отличного качества в течение всего лыжного сезона. Козел и коза являются символами этих мест. Козы тут светятся в ночи, взобравшись на фасады домов. Гордо возвышаются на специальных постаментах. Ждут своей очереди на фуникулер. В миниатюрном виде занимают полки сувенирных магазинов. Мы находимся в горнолыжной станции Леменюир, Сан-Мартен-де-Бельвиль. Добро пожаловать! Как и на других горнолыжных курортах, комфортное катание в Леменюире возможно в случае приобретения скипаса. Скипас «Трех долин», например, включает в себя 175 механических подъемников и 600 километров лыжных трасс и предоставляет возможность кататься в районах Леменюир, Сан-Мартен-де-Бельвиль, Вальтеранс, Меребель, Ля-Таня и Куршавель. Но идеальной схемой для лыжников все же является скипас на неделю катания в пределах своего курорта, то есть Леменюира. Согласно условиям, один из дней можно потратить на выезд по всей системе «Трех долин». Доплата за желание расширить горнолыжный горизонт сравнительно небольшая. Когда тебя поднимает подъемник, ты любуешься альпийскими пейзажами, видишь маленьких человечков внизу, и пока они проносятся под тобой, представляешь себя судьей на Олимпийских играх и мысленно оцениваешь технику прохождения поворотов, фиксируешь скорость лидера и споришь с коллегами по судейскому цеху о причинах неудач аутсайдеров. Ну а что было здесь до Олимпиады, нам рассказали в музее Сан-Мартана. Краеведческий музей находится в самом сердце деревни, в старинной традиционной ферме долины Бельвиль. В различных залах музея подробно рассказана 150-летняя история долины с момента зарождения сельского хозяйства в XIX веке, затем периода индустриализации начала XX века и, наконец, начатая в 60-х годах XX века революция в туризме. Занятно выглядела демонстрируемая нам диаграмма с рождаемостью местного населения, судя по которой с 60-х годов с приездом горнолыжников дела в регионе пошли в гору. Немного попереживав о недоедающих французских крестьянах, мы отправились обедать. Чтобы наверняка получить гастрономический экстаз, решено было отправиться в самый крутой ресторан этих мест – знаменитый Ля Буит. Нам были несказанно рады, несмотря даже на то, что мы свой маршрут из-за них, в общем-то, не перекраивали. Сразу было понятно, что шеф-повар и его помощник не привыкли задаваться под напором трудностей. И, невзирая на количество дублей… Добро пожаловать! Мужчины все-таки поприветствовали нас на русском языке. Ресторан был пропитан духом Франции. Интерьер был простым, но утонченным. Обслуживание превосходным и корректным. Блюда восхитительными и сочными. А в бокале вина я увидел отражение эфелевой башни. Поражало то, что все здесь было изящно и продумано до мелочей. На руках официанта, принесшего нам хлеб, были белоснежные перчатки. Такие белые, что можно было смело снимать его в рекламе из стирального порошка. Улыбчивый сомелье, рассказывая нам о винах из совойских сортов винограда, не применил воспользоваться случаем и пригласил на неделю винотелов, которые проходят здесь ежемесячно. В качестве главного угощения нам подавали роскошное мясо с дымом. Где, как утверждали знатоки французской кухни, основную стоимость блюда как раз составляла стоимость дыма. Во время короткого визита в кулинарные Зазеркали нам удалось оценить внутренние устройства кухни, увидеть в деле слаженную работу команды поваров, но и насладиться процессом подготовки блюда к подаче самим шефам. Вопрос ориентирования на местности здесь, в Леменюире, решен с блеском. В кассах совершенно бесплатно можно было получить схемы расположения всех подъемников, карты с обозначением всех трасс и указанием степени их сложности. Работали и хорошо проверены способы регулирования человека потока. Если можешь читать и немного знаешь язык, то никогда не потеряешься. Здесь, в Леменюире, меня приятно удивила французская система Ski-in-Ski-out. Когда выходить и возвращаться в отель, можно прямо на лыжах. Наш отель такую систему активно применял, но выбрали мы шале Монт-Валон Spa Resorts не поэтому. Отель Монт-Валон представляет собой сочетание уютной атмосферы альпийского отеля, современного комфорта и замечательного расположения в центре крупнейшего горнолыжного района в мире. Для тех, кто устал от ресторанной пищи, если такое в принципе возможно, есть оборудованная по последнему слову техники – кухня. Нашей группе горнолыжников кухня была без особой надобности. Готовить самим было некогда, хотелось по максимуму интересно провести отпуск. Да и в двух ресторанах отеля принимали нас знатно. К хорошему быстро привыкаешь. Так и мы с товарищами по горнолыжному ремеслу быстро привыкли рано просыпаться и подниматься в горы. Но это мы, взрослые люди, не понаслышке знающие, что такое трудовые будни с подъемом «Ни свет, ни заря». А вот как удавалось родителям совсем крохотных малышей будить и снаряжать их в горы, для меня оставалось загадкой. Быть может, секрет в том, что дети стремились к знаниям. Ведь здесь их обучали катанию настоящие профессионалы французской лыжной школы Леменеира. Школа объединила более 200 лыжных инструкторов и горных гидов, распределенных между курортами Лембир и Сан-Мартан-де-Бельвиль. Знаменитой школой тем, что занятия в ней проводятся на девяти языках, в том числе и на русском. Для детей существует специальная программа обучения, которая не может оставить равнодушны никого. Малыши, которые в первые дни нашего пребывания здесь еле-еле стояли на ногах, росли в спортивном плане и прибавляли в технике стремительно. Все время отдыха у меня из головы не выходила одна мысль, что здесь, в Леменюире, все продумано таким образом, что у туриста практически нет необходимости переживать за что-то, волноваться и нервничать. Так, например, вовсе не обязательно спускаться в отель, чтобы устроить обеденный перерыв. Зачем терять время? Переодеваться, идти в ресторан, а потом производить все вышеперечисленные операции в обратном порядке? Ведь прямо здесь, на склоне, в уютном кафе, можно не просто подкрепиться, но и узнать много нового о совойской кухне. Мы с друзьями в одном из таких горнолыжных ресторанчиков попробовали фирменное альпийское блюдо – сырное фондю, наглядный процесс приготовления которого пробуждает аппетит и невероятно завораживает. Перефразируя известную мудрость, можно заметить, что бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, течет расплавленный сыр и работает человек, накручивая его на вилку. Свежий альпийский воздух впечатляюще действовал на нашу работу, точнее, отдыха, способность. После бесчисленного количества подъемов и спусков силы оставались на вечерней и даже ночной прогулке. Так в один из дней мы отважили совершить ночную поездку на снегоходах в настоящую монгольскую юрту. Добрались весело, шумно, освещая окрестности с желтой мигалкой. Сама юрта представляет собой уютное пространство, завишенное коврами с тюркским узором, обставленное удобными диванчиками с мягкими подушками. Все это способствует непринужденному общению посетителей. Вместо кумыса, правда, в монгольской юрте нас угощали французскими винами. На столе присутствовали крутоны, круассаны и аккуратные кастрюльки с все тем же ароматным сырным фондю. Следующий день завершал программу нашего пребывания на горнолыжном курорте Лемюнир. Возможно, поэтому сет-диджей, игравшего для молодежи прямо на улице Сан-Мортана-де-Бельвилле, казался чуточку печальным. Нам предстояло немного покататься и приступать к сбору чемоданов. Вишенкой на праздничном торте собрания наших впечатлений от отдыха была поездка на быстрых горках, сулящая еще одну порцию адреналина и в без того насыщенную им за эти дни кровь. Путешествие по металлическим рельсам и вправду оказалось экстремальным и будоражащим, напоминающим что-то знакомое и родное, без чего начинаешь скучать, только оказавшись за пределами московской кольцевой автодороги. Да-да, плавный ход игул колес напоминал мне метро. И рука по привычке потянулась в карман за интересной книгой, призванные занять меня от Дмитриевской до Третьяковской станций. Редактор субтитров А.Семкин